Соседство с мусорной площадкой, скажем прямо, неприятно. Особенно в конце лета или в начале осени, когда среди коммунальных отходов появляются арбузные корки, заплесневелые овощи и прочие совсем не ароматные штуки. Поэтому и стараются жильцы многоквартирных домов найти такое место для контейнерной площадки, чтобы запах отходов не портил воздух и внешний вид двора. Арбузы, в этом дышим мы. И на этот позор смотрим тоже мы. Стараемся привести свой двор в порядок, чтобы у нас было чисто, аккуратно и красиво. Чтобы никогда не думали, что во втором микрорайоне живут от них, скажу честно, упыри. Просто такое мнение и правда бытует. К дому номер 11 по улице набережной Леонова приволокли свои мусорные баки жильцы соседнего дома. Мол, у них площадка располагается близко к подъездам. А о том, что теперь целых три бака стоят у соседей, причем тоже в санитарной зоне, они не подумали. Поэтому герои нашего сюжета тоже пошли в администрацию для того, чтобы им разрешили перенести все баки, в том числе и еще от одного дома на пятачок посередине. И поначалу им согласовали перенос. Просили, обращались к Анатову. Он нам как бы все согласовали. Мы тогда были в управляющей компании «Паритет». Нам все согласовали, дали разрешение. А то, что мы можем перенести нашу мусорную площадку вместе с седьмым домом на ту территорию. Все хорошо. Мы очень долго просили управляющую компанию, чтобы она наконец-то начала работать и начала делать. Но пока она собиралась, у нас уже выпал снег. А в этом году жильцы образовали ТСН, потому как были недовольны работой управляющей компании. Теперь они сами стали отвечать за чистоту придомовой территории. Поэтому и мусорка под окнами их стала напрягать еще больше. Я пошла к Анатову с тем, чтобы узнать, точно ли нам все можно, чтобы полностью было разрешение, чтобы у нас не было никаких проблем потом. Он посмотрел наше письмо, наш проект, который у нас там был, и сказал, что он не видит в этом никаких проблем. Там есть подъезд для мусорной площадки, и седьмой там, в принципе, был не против. Если у них там мусорную площадку, мы объединимся, будет у нас одна мусорная площадка. А у них там уберется на той территории. Но когда приехал Контаков с комиссией, то разрешение он сказал, что вы не получите, потому что тут муниципальное здание. Муниципальное здание – это небольшое строение сдать в аренду, которое не могут уже довольно долго. Как говорят местные жители, внутри помещение не в том состоянии, чтобы на них клюнул арендатор. И ставить на одну чашу весов потенциальных арендаторов, которых пока нет и не предвидится, а на другую – жильцов трех-пятиэтажек, которые хотят видеть свой двор чистым – это как-то неправильно, считают жители. Создав ТСН, они украсили дом, подъезды, сами вычищают контейнерную площадку, вывозят крупногабаритные отходы за свой счет. Но их соседи, которые перенесли баки к 11-му дому, этого не делают. Поэтому зачем такое соседство добропорядочным гражданам? Говорю, давайте тогда мы хотя бы разделимся, чтобы у нас этого позора не было. Мы хотим, чтобы у нас было чисто. Но я, с другой стороны, тоже понимаю, что они говорят, что мы не можем им поставить насильно мусорную площадку, так как это не по закону. По Санпину они не проходят. Но по Санпину мы тоже не проходим. У нас даже тут нету 10 метров от дома до мусорной площадки. Жильцы пятиэтажки не понимают, почему мнение чиновников по такому простому вопросу постоянно меняется. Поэтому они попросили у журналистов содействия в решении проблемы. Мы уже подготовили обращение к заместителю главы АБМР по вопросам ЖКХ Павлу Конатову, чтобы тот пояснил, можно или нет переносить дурно пахнущую площадку подальше от дома.